Всем привет! О, привет, Макс! Слушай, стой, 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 не садись за парту! А почему? Что случилось? Стой! Прошу ко мне не приближаться! Так, это твоя парта, нужно отодвинуть её подальше! Стоп, зачем? Куда ты её тащишь? Что случилось? Да слышали мы всё! Твоя сестра, говорят, бешенством заболела! Так вот, отсядь от нас подальше, чтобы мы тоже этим бешенством не заразились! Так, подожди, немедленно поставь мою парту на место! Я-то здесь при чём? Меня-то собака не кусала? И ещё не точно, что она бешеная! Собаку поймать не могут! Ну вот видишь, не знают! Поэтому пока ты посидишь вот здесь, подальше от нас всех! Да, ребят, вы согласны? Да-да, я согласен! И вообще, шёл бы ты домой, мне кажется, ты сейчас для людей опасен! Сам ты опасен, понял? Так, а ты отойди, я верну свою парту на место и буду сидеть здесь, где хочу! Нет, ты будешь сидеть, ай, вот там! Я до тебя дотронулся, ну вот! Теперь я тоже могу заболеть бешенством! Мне кажется, ты уже чем-то болеешь! Всё, отстань от меня, я сейчас всё расскажу учителю! Мам, я пришёл! Ну как там дела у Кати? Нашли эту собаку! Макс, Катя мне ещё не звонила! Вечером я пойду к ней и поговорю с доктором, узнаю, что к чему! А ты чего без настроения такой? Подноклассники откуда-то узнали, что Катя, возможно, болеет бешенством! И теперь они ко мне не подходят, и мою парту в конец класса отставили! Как будто я заразный какой-то! Какой кошмар! Ну и одноклассники! Нет, что поддержать, а они вот так! Не волнуйся, Макс! Ты не заразный! И никакого бешенства у тебя нет! Я надеюсь, у Кати тоже! Вот поймают эту собаку, сделают анализ и всё подтвердят! И пусть твои одноклассники потом извиняются! Мама, можно я не пойду в школу завтра? Диана, а у тебя что случилось? Никто из одноклассников ко мне близко не подходит! Говорят, что я бешеная! Да нет, ну что это такое-то, а? Какой кошмар! Дианочка, не расстраивайся, не обращай на них внимания! Я завтра же схожу в школу и поговорю с директором! Что происходит у них в школе, непонятно! Ещё никто ничего толком не знает, а они уже обвиняют! Привет, Кать! Ну как ты тут? Рассказывай! О, мам, привет! Да всё нормально! Лежу, устала уже лежать! Не знаю, что ещё можно делать в этой палате! Лежи, отдыхай! Как самочувствие? Да нормально вроде, никаких изменений! Но из-за того, что эту собаку ещё не поймали, мне уже сделали второй укол! А он очень больной! Ясно, значит всё-таки не поймали! Ай, придётся пройти весь курс лечения, если её не найдут! Какой кошмар! Ещё 38 уколов! Мам, нет, я этого не вынесу! Кать, ну держись, крепись! Нам тоже непросто! Вон над Максом теперь в школе издеваются! Никто не хочет сидеть с ним рядом и даже подходить! У Дианки то же самое в классе! Они все откуда-то узнали, что у тебя подозрение на бешенство! А они-то здесь при чём? Вот именно, что ни при чём! Ну ты же знаешь, эту молодёжь услышали слово бешенство! И всё теперь, думают, вся семейка у нас бешеная стала! Да, задачку задала я с этой собакой! Нужно было быстрее домой бежать! Так, Катя, нет, ты не виновата! Это может случиться с каждым! Я пойду поговорю с доктором! Как там у нас обстоят дела? Здравствуйте, доктор! Я мама Кати! А? Ой, здравствуйте, здравствуйте, да! Скажите, пожалуйста, есть какие-то результаты? Анализы, может, положительные, отрицательные! С собакой с этой что? Есть у вас информация? Видите, бешенство это такая болезнь! Если упустить момент, то может быть поздно! Поэтому мы начали делать Кате уколы, полный курс! И до появления информации о собаке, мы ничего не можем сделать! Вот как только поймают, сделают анализ! И если собака здоровая, то Кате сразу выпишем! Где эту собаку искать? Хорошо, доктор, я всё поняла! Так, ребят, вы все здесь, как дела у вас? Мы вот с Даником из детского сада пришли! И на кого-то жаловалась воспитательница, а, Даник? Нормально, пап! А что Даник натворил? Ничего я не творил! Это они сами все виноваты! Я утром пришёл, а они сказали, что я бешеная собака! Ну, я и стал играть в собачку! Думал, они хотят со мной поиграть! Я их догонял и кусал! Всю группу догнал и покусал! А они почему-то заплакали! И сказали, что они теперь тоже бешеные собаки! Я не знаю, что такое с ними сегодня происходит! Ну, вот так примерно всё и было! Как у вас дела? Ну, Даник, ты даёшь! Что же до меня-то не дошло! Надо было тоже в классе всех покусать! И тогда бы мою парту не отодвигали в самый конец класса! А что такое, Макс? Дети тоже издеваются в классе? Тоже откуда-то узнали про собаку? Да есть немного! У Дианки вон то же самое! Никто с ней не хочет разговаривать и подходить близко! Бояться! Ничего, не обращайте внимания! Так, ждём маму! Какие она новости принесёт нам? О, вся весёлая семейка в сборе! Мам, не весёлая, а бешеная! Ну что, какие новости от Кати? Нечем вас порадовать! Собаку так и не поймали! Кате начали курс лечения от бешенства! Ну, кошмар! Это что, целый месяц это от одноклассников терпеть? Ничего не понимаю, но что-то здесь происходит! Мам, если тебе будут родители детей писать, что я их покусал, то я не специально! Я думала, что они со мной играют, а они сказали, что я бешеная собака! Ну, здравствуйте! И в детском саду, что ли? Я сама уже готова поймать эту собаку, знала бы, где она бегает, а? О, а это идея! Макс, нет, не вздумай идти на её поиски! А если она на самом деле бешеная и тебя покусает? Тоже в больничке будешь лежать и 40 уколов делать! Лучше я в больнице полежу, там хоть никто не будет меня бешеным обзывать! Так, может хоть собаку найду, вдруг она здоровая, Катю выпишут и одноклассники все успокоятся! Макс, нет, всё, успокойся! Специальные службы выполнят свою работу и найдут наконец-то эту собаку! Из дома не выходи, понял? Ладно, хорошо, службы! Если бы они что-то делали, они давно её поймали! Они сидят там, наверное, чай пьют! Никто не занимается её поисками! Это ведь не им делают 40 уколов от бешенства, а Кате! Так, где я её видел в последний раз? Где вообще можно найти бездомную собаку, а? Она должна где-то искать себе еду! А где? Правильно, на помойке! Ах! Вон она! Я её нашёл! На-на-на-на-на-на-на-на! Теперь надо быть осторожным, чтобы она меня не укусила! Но в тот раз я была как раз с косточкой, она меня не тронула! На-на-на-на-на-на, иди-иди-иди сюда! Я же говорю, что её никто не ищет! Если бы искали, тут бы и нашли! Так, вот, держи косточку! Ну, вот-вот-вот, давай-давай, иди сюда, заходи-заходи! Вкусная, чистенькая, не как там у тебя на помойке! Давай-давай-давай, иди! Вот так, вот так, вот так! Ха-ха, вот и готово! Эта собака у меня в руках, это точно она, я её запомнил! Осталось отнести её к ветеринарам, и готово! Эй, собака, надеюсь, ты здорова! Ой, Даш, тебе что-то Максим звонит! Максим совсем обленился, уже до комнаты не дойти! Алё, Максим, ты что, уже дойти до нас не можешь? Ага, по телефону, да! Чайку тебе принести или что? Что? Какую собаку? Макс, она тебя не укусила? Точно? Ты уверен, что это она? На помойке! Макс, дай ввези её к ветеринару, да! Да, хорошо! Вы не поверите! Кто там, мам? Да, Максим, учудил! Всё-таки пошёл на улицу, и на помойке, говорит, нашёл этого пса! Посадил в переноску, и теперь несёт её к ветеринарам для анализа! Ого! Макс, молодец, Макс! Хоть бы сделали анализ, она оказалась здоровая! Я этим всем одноклассникам покажу завтра! Кто из нас бешеный? Здравствуйте! Вот, держите! Здравствуй, мальчик! Ты привёл собаку на прививки? Что нужно делать? Какой возраст? Да нет же! Знаете про случай бешенства у нас в городе? Я поймал эту собаку, которая укусила мою сестру! Прошу вас сделать анализ на бешенство! Как поймал? Сам поймал? А этим же занимаются специальные службы, они нигде не могли её найти! Угу, если бы они занимались, они бы её нашли! Она там же, на помойке, где я её и видел! Так, ладно, спасибо! Сейчас мы проведём необходимые анализы! Но так как неизвестно состояние собаки, нужно её немножечко усыпить! Ого! Доктор, а это не опасно? Жалко всё-таки собачку! Нет-нет, не опасно! Потом мы её разбудим, когда возьмём все анализы! Ничего страшного! Если она больна, мы её вылечим и найдём ей ответственный хозяев! Или поживёт пока в приюте! Ясно! А когда будут результаты? Это не быстро! Я думаю, уже завтра! У нас будут какие-то результаты! Ага, хорошо! Спасибо, жду! Завтра это лучше, чем 40 дней уколов! Всем привет! Хотя, о чём я? Я с вами не разговариваю! Ха-ха! Макс из бешеной семейки! Ну как? Всем по 40 уколов сделали? Не, не всем ещё! Ааа! Ты чего? Я? Просто тебя укусил! Я как раз вчера с этой собакой был! Ну, которая бешеная! К ветеринарам её водил! Вот, видимо, заразила меня! Так кусаться хочется! А? Кого ещё укусить? Эй, Макс, отойди! А! Он меня укусил! Он меня укусил! Теперь мне тоже будут делать 40 уколов от бешенства! Чем ты это сделал? Ты что, с ума сошёл, что ли? Ай, за руку-то! Почти до крови, Макс! Что с тобой происходит? Он точно заразный! Бежим отсюда из класса! Сама подойдёшь? Или мне подойти? Только попробуй! Макс, что ты делаешь? Да думаю, скучно мне как-то! Что, я буду в больнице один лежать, что ли? 40 уколов получать? А тут вас тоже всех положат! Может, даже в одной палате будем? Вот весело-то! Вот я и решил вас всех тоже бешенством заразить! Ну как, нравится? Ты серьёзно, что ли? Это что, мы теперь тоже все больны? А мне нужно срочно позвонить маме! Ребят, что вы галдите? Что у вас тут происходит? Уже звонок был! Олег Юрьевич, не подходите к нам! Нас всех Макс покусал! Теперь мы тоже все больны бешенством! Нас нужно, этот, изолировать срочно в больницу! Вызовите скорую! Макс покусал! Вы чего тут все с ума посходили, что ли? Что происходит? Всё нормально, Олег Юрьевич! Просто кто-то думал, что у меня бешенство! Из-за того, что мою сестру укусила собака! И не знали, какая здоровая она или больная! И они перестали все ко мне подходить! И считали, что я заразный! Ну вот я их и покусал на всякий пожарный! Чтоб, если что, в больнице веселее лежать было! Вы слышали, Олег Юрьевич? Да он, да он сумасшедший! Да нет, это вы вроде все тут с ума посходили! Нет у нас никакой информации ни о каком бешенстве! Иначе давно бы школу закрыли на карантин! И Макс абсолютно здоровый! Если бы были какие-то показания, то, естественно, его из школы бы вывели! Эх вы! Одноклассники! Поддержали называется, да, Макс? Ага! Поддержали, так поддержали! Даже парту моего в конец класса унесли! Так чего, я не понял, мы здоровые или больные? О, это доктор решать должен! Ну, насчет бешенства скажу точно, что у вас его нет! А другие диагнозы я ставить не могу! Я учитель же! Ха-ха! Спасибо, Олег Юрьевич! Ну что, испугались? Ну, Макс, ну ты, конечно, шутник! Ты уже вещи в больницу собирать в уме начал! Ха-ха-ха! Маш, расслабиться! Не надо! Катенька, собирайся! Мы тебя сегодня выписываем! Выписываете? А что такое, доктор? Это собаку поймали? Да, собаку поймали и сделали все необходимые анализы! Собака, ну, не полностью здорова, но бешенства у нее нет! А другие диагнозы ветеринары уже лечат! Так что ты абсолютно здорова! Из завтрашнего дня можешь идти уже в школу! Фух, отличные новости! Спасибо, доктор! Нужно будет отблагодарить того, кто нашел эту собаку! Ну, в этом случае ты можешь благодарить своего брата! Именно он ее поймал и принес к ветеринарам! Брат? Макс? Серьезно? Ха-ха! Вот это новости! Хорошо, его и отблагодарю тогда! Как только он мне все расскажет! Ну что, веселая семейка, как вы тут без меня? У-у-у, Кать, произошли некоторые изменения! Теперь мы не веселая семейка, а для всех бешеная! Хе-хе, как твоя нога? Нормально уже! Вечером сказали, повязку можно будет снять! А почему это мы бешеные-то? Диагноз же не подтвердился! Кстати, спасибо, что собаку поймал! То не знаю, сколько бы я валялась в этой больнице! Почему-почему? Это тебе предстоит еще узнать! Завтра, когда в школу придешь! Макс, да все нормально будет! Я позвонила директору, и он обещал провести разъяснительную работу с ребятами! Чтобы они знали, что у нас все в порядке! Они шугались от нашей семейки во всей школе! А? Что? А ну-ка давайте поподробнее! Что тут происходило? Пать, это очень длинная история! Хе-хе, давайте на ночь как сказку расскажу! А сейчас, ребята, ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ И смотрите новые, самые интересные серии! Пока-пока! Ой, кажется, меня та собака все-таки укусила! Так, хочется теперь кого-нибудь покусать! Хе-хе, Макс, давай со мной! Давай со мной в собачку играть! Продолжение следует...